Египет, 47-й год до н.э. Клеопатра, 20-летняя царица Египта, находится в изгнании. Трон захвачен ее братом и сестрой. Египет входит в Римскую империю и должен Риму огромные деньги. Великий Юлий Цезарь во главе армии прибыл в Александрию, добиваясь уплаты долга. Клеопатра ожидает на границе, собираясь вернуть себе трон. Билли Зейн, Тимоти Далтон, Руперт Грейвс. В фильме Клеопатра. В роли Клеопатры Леонор Варрелла. По книге Маргарет Джордж, мемуары Клеопатры. Художник по костюмам Эдрихо Саботини. Художник-постановщик Мартин Хичкок. Главный оператор Дэвид Коннелл. Композитор Тревор Джонс. Голель Бабаатра. Голель Бабаатр. Голель Бабаи. Голель Бабаатра. Исполнительные продюсеры Роберт Хелми старший и Роберт Хелми младший. Продюсер Дайсон Ловел. Авторы сценария Стивен Херриган и Антон Диттер. Режиссер Фрэнк Роте. Добро пожаловать в Александрию, Цезарь. Царь Птолемей ждет тебя. Режиссер Фрэнк Роте. Режиссер Фрэнк Роте. Режиссер Фрэнк Роте. Я вполне взрослая, чтобы править. А кто ты? Я Арсеноя, царица Египта. Разве так завещал твой отец? Мой отец умер. Но он платил долги Риму Арсеноя. Цезарь, позволь объяснить. Кто это? Патин, главный министр. Патин, главный министр. Потом. Где ваша старшая сестра? Она недавно покинула страну? Да. А наши деньги у вас? Клеопатра своими интригами вергла страну в нищету. В нынешних обстоятельствах, к несчастью, мы не можем выплатить долг. Это не проблема. Я просто его возьму. Великий Цезарь. Слушаю. Если ты поддержишь Арсеною на троне... Я дам народу мир и процветание. Цезарь. Где ваша армия? Пелузи? А. Защищает Египет от Клеопатры. Должно быть, она очень опасна. Я хочу познакомиться с девушкой, называющей себя богиней. Идем со мной. Кто ты? Я Олимпо, сличный врач Клеопатры. Скорее. Олимпос, кого ты привел? Она же шлюха. Я тоже об этом слышал. Подойди. Как тебя зовут? Джушиба, Великая Царица. Мне говорили, что ты самая искусная сводня в Ашкалоне. Я хочу, чтобы меня полюбил мужчина. Понимаю. Но это многого требует. Существует такое искусство? Искусство любви? Конечно. Мужчины любят, когда их гладят. Но все мужчины разные. Этот завоеватель. Такого легко затащить в постель. Но трудно держать его там долго. Он должен верить, что несмотря на то, сколько ты ему отдала, ему еще есть что завоевывать. Замечательно, правда? Да, конечно. Говорят, что свет видно за 30 миль. Что слышно об армии Птолемея? Так и стоит на границе. Охраняет от Клеопатры. Сколько их? 20 тысяч. Если они выступят против нас, их будет в пятеро больше. Слава Цезарю, Агенобар. Мы нагрузили зерном шесть кораблей. Хорошо, это покроет долг Птолемея. Не надо, чтобы народ голодал. Большую часть зерна взяла их армия для войны с Клеопатрой, остальное разграбили. Приведите мне царского хранителя. Могучий Цезарь, поверь мне, я не думал красть это зерно. Казнить его. Нет, нет, не надо. Я могу все вернуть. Это Патин. Это Патин. Патин. Возможно, он продает его нашим врагам на Востоке. Жаль, что нельзя кастрировать Евнуха. В чем дело? Сделай что-нибудь. Спаси меня. Разбойники. Прости, император. Этот человек говорит, что принес тебе подарок. Прекрасный ковер, повелитель. От Клеопатры. От Клеопатры. Оставьте здесь. Но ты еще не видел его. Завтра. Но повелитель. Государь. Царица Клеопатра приказала мне развернуть его в твоем присутствии. Немедленно. Разверни. Сколько людей охраняет гавань? Две центурии. Утройте их количество. Мы не должны терять контроль над портом. Расставьте их здесь. 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 В случае нападения гавань останется единственным выходом. В случае нападения гавань останется единственным выходом. Клеопатра. Клеопатра. С nonsense. С печень. Подадения. Ты слишком молода для богини Я дочь Изиды Клеопатра Цезарь Что же влечет тебя к Цезарю? Мой отец был верным союзником Рима Именно меня он короновал перед смертью Я законная царица Египта Твоя сестра так не думает Она все время лжет А юный Птолемей? Глупый мальчишка Им вертит измене Крегенд Навести порядок В твоих интересах А почему я должен выбрать тебя? Я законная наследница Народ это знает Он поддержит меня Народ? Народ обрадуется, если тебя и всю твою семейку Бросят на сиденье низким крокодилом Я устал Я устал Ты должно быть тоже Тебе пора в кровать В какую? Если узнает, что я во дворце Меня тут же убьют Есть лишь одно безопасное место Твоя кровать Не очень-то скромно ты себя ведешь Цезаря прославила не скромность А отвага Я устал В этом нет необходимости Это не повлияет на мои решения Я никогда Не касаюсь женщины против ее желания И сегодня тоже Ты дрожишь? Боишься меня? Нет Я никого не боюсь Ты никогда это раньше не делала Редактор субтитров Кто ты, Клеопатра? Тебе можно верить? Я Египет. И он твой. Только на одну ночь. Мы должны немедленно восстановить доверие народа к своим вождям, иначе Египет скатится в анархию. Согласны? Безусловно. И лучший способ восстановить порядок – провозгласить Арсеною и Птолемея. А что она здесь делает? Она пришла ко мне вечером. Мы провели интересную беседу. Я удивлена. Великий Цезарь беседует с врагом Египта? Он хотел узнать правду. Как вы с Патином задумали убрать меня? Настроили против меня брата. Настроили брата? В этом не было нужды. Даже мальчишка видит, какая ты лживая, подлая. Это ты предала. Замолчите. Вы обе. У тебя очень темпераментные сестры. Цезарь, если позволишь. Юный Птолемей, поскольку твой отец всегда платил долги Риму, Рим признавал независимость Египта. Ты останешься царем, а царицей будет твоя сестра Клеопатра. Это неслыханно! Далее. Я решил, что ты и Клеопатра поженитесь. Ни за что. Моим мужем не будет, мальчишка. Ты египетская принцесса. Согласно вашему древнему обычаю, браки между братом и сестрой, если они царского рода, вполне допустимы, каким бы отвратительным это ни казалось. Вы сможете достичь цели и сохранить целостность Египта. Что тебе до Египта? Мне большое дело до Египта. Он источник великого богатства. Я не позволю вам разорить страну гражданской войной. А как же я? А ты поедешь на Кипр. Я верну его династии Птолемеев. Кипр? Этого мало. Цезарь, могу я просить? Патин, твои услуги будут вознаграждены. Это все. Царица Клеопатра, можешь остаться. Как ты мог? Я сделал тебя царицей Египта. Мне что, благодарить тебя? Пойми, это неблагодарность и тем более небезумие. Ты должна навести здесь порядок и выплатить долг Риму. Я просто обеспечиваю свои вложения. Чем скорее я покину это змеиное гнездо, тем лучше. Змеиное гнездо? Это твоя заслуга. Моя заслуга? Да. Все твоя римская алчность и высокомерие. Год за годом шантажировал отца, заставлял его покупать мир. Если бы я правила, я объявила бы вам войну. И потеряла бы все. Учись быть царицей. Я и так царица. Пока еще нет. Пока еще. Ты должна научиться думать по-царски. Стратегически. Начни править вместе с Толемеем. и распусти его армию. Друзья мои, давайте отпразднуем наш успех. Толемей и Клеопатра поклялись жить в согласии, как муж и жена, и править как единое целое. Мир и дружба вновь воцарились в правящей династии. Больше нет нужды угрожать друг другу. Я с огромным удовольствием оказываю честь и доверяю нашему дорогому другу Патину срочно доставить эту великую весть в Пелузий. Мы распускаем армию. Пусть солдаты мирно разойдутся по домам. Моя личная стража проводит тебя. Патину нельзя заверять. Если пошлешь его в Пелузий, он подчинит армию своим целям. Моя личная стража. Моя личная стража. Моя личная стража. Патину нельзя. Нет. 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 Иногда нужно первым наносить удар к Леопатре. Я одобряю твой поступок. Он тебя не шокирует? Меня? Я привыкла к таким вещам. Начинай переговоры с египтянами. Отправь им его голову. Великая царица, не ожидал тебя увидеть. Идиот! Как ты дал Клеопатре обмануть себя? Посылай корабли на Александрию. Выступаем на рассвете. Вперед! Цезарь! 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 В чем дело? Прости меня, император. Арсеноя бежала. И Птолемей. Они оба исчезли из города. Они ушли в Пелузии. Поднимать армию, чтобы выбить нас из Александрии. Соберите мой штаб немедленно. Мы поставим заслоны здесь, здесь и здесь. Мне надо еще людей. Подкрепления подойдут не скоро. Мы должны удержать гавань, иначе наш флот будет разбит. Цезарь! Египтяне уже в пути. Они атакуют с моря и суши. Их слишком много. Нам не удержаться. Мы проиграем. Оставить гавань. Мы пустим их в город. Но тогда мы не сможем отступить, и ты потеряешь империю. Не стоит ввязываться в битву. Вернемся в Рим. Цезарь, у нас нет выбора. Нет. Цезарь прав. Дав бой в городе, мы заманим их в ловушку. Все улицы ведут на Дворцовую площадь. Там их можно разбить. Ты читаешь мои мысли, Клеопатра. Всегда есть выбор, Руфи. Мы дадим бой на улицах, и когда они уже почувствуют вкус победы, мы ударим со всей силой. Сограждане, нам уже приходилось ставить на кон все и побеждать. Поднимем же ставки. Главный приз – Египет. Клеопатр! Как цели мне на небо! Клеопатра! Клеопатр! 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 Класс! Клеопатр! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Корнелли Дай им войти Дайте им войти! Пустите их в город! Дай им войти! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Остановить конницу! Дай им войти! Дай им войти! Это конница врага. Нам надо уйти в безопасное место. Царица! Царица, царица, ты не ранена. Прости меня, царица, ты не можешь покинуть дворец. Помоги мне, Руфи, гонит наше сокровище. Вперед! Назад! Назад! Деритесь за царицу! Деритесь за царицу! Победа! Где она? Вот так. Мне жаль твою библиотеку. Половина книг сгорела. Половина всех знаний мира. У тебя здесь будет шрам? Ничего. Сегодня я потерял 700 человек. Но одержал величайшую победу. А где Арсеной и Птолемей? Их еще не нашли. Но далеко им не уйти. Значит, ничего еще не кончено. Вперед! Вперед! Скорее, вперед! 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 Сырк! Сырк! Вперед! Сырк! Вперед! Сырк! Стой! Примей мертв. 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 Где она? Прошу прощения, царица. Мне приказано никого не пускать. Я царица Египта, а это мой дворец. Отойди. Хочешь убить меня? Пока что нет. Скажи Арсоне, тебе жалко нашего бедного брата? А тебе? Он был твоим врагом, как и я. Это твоя вина. Я только хотела защитить его от тебя. Ты ведь пойдешь на все, чтобы отстоять свою власть. Даже станешь шлюхой Цезаря. Я не шлюха. Я его покорила. Ты отдала ему наше царство. Ты убила нашего отца. Это ложь. Ты хотела влить яд в его душу, настроить против меня. А когда он тебя не послушал, ты отравила его. Ты убила его. Неправда. Я любила отца. Ты не знаешь, что такое любовь. Твоя зависть, твоя алчность, твоя жажда власти. Ты омерзительна. Но сегодня все будет кончено. Если убьешь меня, Цезарь станет твоим врагом. Он увидит кто-то на самом деле. Змея и шлюха. Думаешь, Цезарь захочет видеть тебя на троне, когда устанет от тебя в постели? Так, шлюха? Так? Ты нарушила мою волю. Почему? Так надо. Это у вас в крови. Сестры убивают сестер, отцы, дочерей. А время по-другому. Все кончено. Я положила конец вражде до рождения моих детей. Больше не обманывай меня. Больше не обманывайся. Я как будто в раю Спасибо, что привезла меня сюда А ведь ты не хотел Потому что я римлянин Потому что ненавижу безделье Потому что эротическая чувственность Это вид вероломства Вот так Египет покоряет Рим? Наплевать Ты счастлив со мной? Да Смотри Богатство Египта Твой приз В союзе с Египтом Ты покоришь Восток Весь мир Не забывай, я читаю твои мысли Сделаем это вместе Египет и Рим Величайшие империи в истории мира Цезарь и Клеопатра Новая династия Я рад, что твои замыслы простираются так Далеко, моя царица Твоя царица? А твоя жена в Риме? Я много лет ее не видел Она родила тебе детей? У меня была дочь Юлия Но она умерла Смотри Великолепно Никто не знает, кто его сделал И зачем Это тайна Такая же, как и ты Он охраняет гробницы мертвых фараонов Пирамиды Взабытые властители От них остались лишь гробницы И это каменное божество Одиноко торчащее посреди пустыни Бессмысленно Город мертвых Только боги живут вечно Мне надо вернуться в Рим Нет, останься со мной в Египте Когда я с тобой, я теряю себя Ты околдовала меня, Клеопатра Я должен вернуться Нет Я должен покорить мир и править им После меня останется не одинокий камень А новый мировой порядок Он изменит настоящее И заложит основы будущего Царь Фарнас поднял мятеж в провинции Понт Всех римских граждан он убил или оскопил Что еще? Марк Антони прислал депешу из Рима Твои враги настраивают против тебя сенат В их числе и Брут Что он говорит на этот раз? Что тебе нет дела до республики И что в Египте ты погряз в роскоши В роскоши? Он прав Ну? Ты беременна Я знала Я, кажется, давал тебе кое-что, чтобы не допустить этого Может быть, я хотела ребенка Зачем? Но ведь он будет от Цезаря Он защитит его, а с ним и Египет Но ему не дадут признать его своим Рим не потерпит смешение крови Цезаря и восточной красавицы Он уже потряс Рим до самых основ Он добьется всего, чего захочет Он Бог Я знаю тебя с детства Скажи мне правду Это твоя стратегия? Или ты просто влюбилась? А в чем тут разница? Когда ты ему скажешь? Оставляю тебе три легиона Хватит для поддержания мира За Клеопатру отвечай жизнью Следи, чтобы никто не навредил ей И чтобы она не навредила Риму Что ты делаешь? Прощаюсь с роскошной жизнью Сейчас? Сколько я могу ждать, по-твоему? Я должен идти на войну И напомнить Сенату Кто победитель? Мне надо что-то сказать тебе Ну, что такое? Ты нужен мне Ты нужен Египту Египет подождет И ты не защитишь свои вложения? Здесь голод, заговоры, бунты А ты? Ты царица Египта Оставляю его тебе Если ты уйдешь Потеряешь свою лучшую провинцию Потеряешь меня Клеопатра Я вернусь Боги вовсе не так жестоки Но у меня есть долг На короткий миг Мы с тобой были одни во всем мире Но этот миг прошел Рим должен быть отмщен А моя власть Восстановлена Да защитит тебя и Зида От иной О� Тебя Клак Мы все знаем о событиях в Понте. Целостность Рима нарушена. Римские легионы разбиты. Тихо! Пусть говорит. Римские женщины и дети убиты. А где могучий Цезарь? Развлекается в Египте с иноземной царицей. Его отсутствие просто позор. Возражаю! Возражаю! Твое неуважение к Цезарю столь же гнусно, как и твои безответственные речи. Как смеешь ты обвинять человека, победившего галлов, раздвинувшего границы Рима до немыслимых пределов? Марк Антони, я всегда ценил заслуги Цезаря, но никогда не ценил его доброту и чуткость. Октавиан, ты любишь своего дядю. Я люблю Цезаря. Но он покинул Рим. Да. И сидит в далекой провинции, от которой нет никакого толку. Я бы так не сказал. Египет важен для Римской империи. Цезарь унизил Рим своим бесстыдным поведением. Спасибо, Касси. Ложь. Цезарь ничего не делает без причины. Все на пользу Рима. Но Антоний... А как же равнодушие к страданиям его сограждан, его римлян, будут подавить беспорядки в понте? Кто отомстит за Рим? Не ты со своей риторикой, Брут. Только Цезарь. Прекрасно, Антоний. Если мы его найдем... Его не надо искать. Я прервал тебя, Брут. Сенат! Привет тебе, император. Этот человек перерезал горло родному брату. Казнить его. Этот был пьян. И... утопил своих четырех детей. Собственных детей? Казнить. Приветствую, великую царицу. У меня для тебя новость. Чермиона? Ирина, скорее, потрогайте. У него уже сила Цезаря. Руфий, надеюсь, ты сдержал обещание? Если эта весть дойдет до Рима, я буду очень недовольна. Твоя тайна умрет со мной, царица. У меня в вести от Цезаря. Это копия его сенатского отчета. Мордиан, он покорил Понт. И это от Цезаря? Он послал тебе приглашение. В Рим. Оно даже не подписано. Его писал секретарь. Похоже на приказ. Он хочет, чтобы я присутствовала при его триумфе. Почему он не написал сам? Ну, его замыслы простираются на весь мир, царица. Возможно, ему было не совсем удобно. Неудобно? А может быть, мне неудобно покидать Египет. Напиши секретарю. Я отклоняю приглашение. Опять я прошу прощения. Я царица Египта. Я еду куда хочу и только когда хочу. Можешь идти, Руфи. Следующий. Этот человек напал на римского офицера, когда воровал зерно. Казнить. Говоришь, напал на римского офицера? Да. Как тебя зовут? Геварий. Зачем ты воровал мое зерно? А ты не заметила, что твой народ голодает? Ты слепая? Неудивительно, что люди ненавидят тебя. Они твои дети, но тебе наплевать на них. Ты внушаешь им только страх. Но я не боюсь тебя, царица Клеопатра. Отпустите его. Прости меня, великая царица. Этот человек напал на римского воина. Это подсудно римлянам. Так почему приговор отправили ко мне на одобрение? Без вежливости. Тем не менее, я решила. Отпустить немедленно. Здесь полно зерна, так? До краев царица. Зерна полно, а люди голодают. Его хотели отправить в Рим, царица. Вечный отцовский долг Цезарю. С этим пора кончать. Нет, царица, нет. Великая царица, уходи отсюда. Вернись во дворец и жди там. Я все сделаю. Ждать чего? Новой гражданской войны? Я не могу защитить тебя здесь. Открывай. Мое зерно принадлежит народу, а не Риму. Идите. Берите. Но тогда они убьют нас. Во имя моего нерожденного сына, ни один римлянин не возьмет ни зернышко, пока голодает народ Египта. Командир, отзовите людей. Берите. Берите. Оно ваше. Верьте мне, я не враг вам. Берите. 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 КЛЕОПАТРА Клеопатра! Пошлите за повитухой! О, Изида! Так! КЛЕОПАТРА Дыши глубже! КЛЕОПАТРА 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 Тушься! КЛЕОПАТРА 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 Где он? Покажите мне Маленький, но сильный Как ты его назовешь? Толемей Цезарь Что? Но так нельзя Не получив одобрения Цезаря Я с ним не могу Сама дам ему имя Опасная фантазия Цезарь не может даже признать его своим сыном И уж тем более своим наследником Дорожайшая царица Ты бросаешь вызов самому могущественному человеку в мире Много там народа Весь Египет Что ты делаешь? Ты же только что родила Мой народ хочет видеть меня Вот принц Египта Вот сын Цезаря Толемей Цезарь Я покажу его отцу Я поеду в Рим Это Цезарь Это Цезарь Царица Клеопатра Великая Царица Можно? Кто ты? Я Марк Антоний Начальник императорской конницы Прошу прощения, что Цезарь не приветствует тебя лично Но у него в Риме очень важные дела Он просил меня выразить почтение и восхищение твоей царственной персоне Особенно восхищение Подожди снаружи Начальник конницы Положи дитя в отдельной носилке Никому не показывай Иди Как тебе наша прекрасная страна? Конечно, трудно все разглядеть из насилок Чувствуешь этот сосновый аромат? Бодрит, не правда ли? В детстве я охотился здесь Что означает твоя должность, начальник конницы? То, что я служу Цезарю И облечен его доверием И дружбой Так ты его слуга? Нет Я командир В его армии Можешь оставаться на вилле Цезаря сколько тебе угодно А где живет его жена? В городских апартаментах У храма Весты на форуме Но он предпочитает этот дом Это и понятно Здесь такой вид Здесь так спокойно Как у волка в логове Сейчас здесь опасно Особенно для Цезаря Что это значит? Чем сильнее он становится Тем уязвимее Римляне не очень любят людей Ставящих себя выше их А ты? Ты любишь его? Я? Да Я люблю его Он само величие Ладно Пора идти Все твои желания будут исполнены Когда Цезарь придет ко мне? Он назначил торжественный прием На завтра Перед триумфом До завтра, Царица КОНЕЦ Как смел ты не писать мне? Как смел ты послать ко мне конюха? Что это? Это мой подарок Для тебя Иди ко мне Иди ко мне Любовь моя Чем ребенок? Его зовут Птолемей Цезарь Но я называю его Цезарионом Он мой Ты родила сына И не сказала мне? Не думал, что у меня будет сын Он В нем я вижу себя Когда объявишь об этом Риму? Я не могу признать его своим Но он твой Это сильно повредит мне время Все должно остаться между нами Обещай мне Клеопатра Обещай мне Сейчас же Царица Египта Приветствую тебя в Риме, Царица И в моем доме Мы все очень хотели увидеть тебя Моя жена Кальпурния Мне приятно видеть супругу Великого Цезаря Нет, это мне приятно Великая Царица Если мой муж так тебя любит То я чувствую то же самое Мой племянник Гай Октавиан И его сестра Октавия Ты должна получше узнать Октавиана Он будущее Рима Это правда, Октавиан? Наследие Цезаря Вот будущее Рима Или его развалин Мой самый суровый критик И лучший друг Марк Брут Ты ведешь себя С вызывающей вольностью Марк Брут В Египте Тебя удавили бы на месте Таков его обычай Это римский обычай Здесь у нас нет царей Знаешь, все граждане Рима равны Те, кто любит республику Должны думать именно так Ваша страна богата Мой муж хорошо там пограбил Он не грабил Эти дары я дала ему сама По доброй воле Ты так думаешь? Их представили как военные трофеи Царица Египта Что они кричат? Кажется Шлюха Цезаря Великая царица Жаль, что они испортили триумф Нет, Брут Дело в том, что наш календарь Основан на лунном цикле И поэтому не точен Ты же не хочешь сказать, что введешь новый календарь Я хочу улучшить его Ты хочешь изменить всю нашу жизнь Поистине мы прокляты богами Царица Египта Время не нуждается в твоей защите, Брут Приветствую тебя, Клеопатра Хорошо, что ты вернулась Прости нам наши римские обычаи Если царица так плохо думает о римских обычаях Ей лучше вернуться в Египет Вы осмотрели военные трофеи А теперь увидите драгоценнейшее сокровище Египта Это твой сын Толемей Цезарь Кладу его к твоим ногам Почему ты не берешь его? Это не сын Цезаря У тебя нет доказательств Не трогай его Если дотронешься, значит признал его Давай Давай Субтитры сделал DimaTorzok Это мой сын Его зовут Толемей Цезарь Ты обзавелся соперником, Октавиан Я недоценил тебя, Клеопатра Знаешь, что ты натворила? Нанесла мне удар прямо в сердце Я тебе кто, шлюха? Родившая тебя ублюдка Я царица А Тезарион твой наследник Он мой сын Мой наследник Октавиан Но он не твой сын Он римлянин Я вернусь в Египет, где мой сын получит реальную власть И исполнит свое предназначение Если ему позволят Наш сын получит власть Только если Египет будет независим от Рима А это уже в моей власти Египет свободен лишь потому, что я так хочу А ты остаешься царицей только по моей воле Потому что я люблю тебя Как сильно ты любишь? Я готов лишиться всего ради тебя Здесь очень опасно Для тебя и нашего сына Я пошлю к вам Марка Антония Ему можно доверять Цезарь Племянник Я очень озабочен Чем именно? Египетская царица И этот ребенок, которого ты признал своим Он мой Октавиан Цезарь, Леопатра использует тебя в своих целях Все это видят, кроме тебя И еще ребенок Надо что-то делать И что, Октавиан? Избавься от него Он опасен для тебя Мой сын не опасен мне, Октавиан И тебе тоже Ты мой наследник в Риме Его страна Египет Но если хоть волос упадет с его головы Я тебя убью Прошу прощения Я буду внимателен Ты любишь выпить Когда нужно, царица В свое время я одолел сотни врагов Но должен сказать, ты обезоружила меня Завидую Цезарю Счастливчику, Цезарю Любимцу богов, раз ему досталась ты Когда он придет ко мне Ты видел его? В чем дело? КОНЕЦ Цезарион Он жив Это Октавиан Что? Октавиан, наследник Цезаря Это он хотел убить моего сына Беги Кто послал тебя? Кто послал тебя? Слава Цезарю! Слава Цезарю! Слава Цезарю! Слава Цезарю! Судьба Цезаря И его божественная сила Меняют представление о человеческих способностях Они абсолютны И совершенны Я принимаю титул Как должное Как пожизненный диктатор И полубог Я подавлю мятеж в Испании Я укреплю наши границы в Сирии и Африке Окружу Средиземное море железным кольцом И тогда, сограждане Мы обрушим всю мощь Рима на восток Против нашего самого могучего врага За наш самый ценный трофей Парфию Слава Рима Воссияет ярче, чем солнце Слава Цезарю! Слава Цезарю! Слава Цезарю! Слава Цезарю! Пожизненный диктатор Царь О Цезарь О Цезарь Стряхни с себя мелочные римские заботы Стремись к большему Пусть они чтят тебя как Бога Неудивительно, что я так тебя люблю Я возьму свой самый ценный трофей Парфию! Мне нужна твоя помощь Мы покорим ее вместе, Клеопатра Ты и я Египет и Рим вместе, рука об руку Ты понимаешь всю грандиозность нашей мечты? Конечно, понимаю Сначала Ты должен развестись Кальпурней Жениться на мне И провозгласиться за Риона наследником Я не могу Тогда Риму конец И прекрасно Создай что-то новое, более великое Цезарь Это Рим Мои мечты не знают границ Но это римские мечты Значит, они несбыточны Я вернусь в Египет Там я законная царица и богиня Не просто твоя любовница Нет Я запрещаю Ты останешься здесь Ты запрещаешь? Ты приказываешь мне? Ты не совсем права Просто это пошло бы нам обоим на пользу В чем здесь моя польза? Или Египта? Если ты победишь Парфию Я все равно буду шлюхой Цезаря А мой сын его ублюдком А если проиграешь Гнев Парфиан обрушится на мой народ Цезарь не проиграет Ты не веришь мне? Не веришь? Отвечай! Почему я должна верить твоим словам? Верить, что завтра ты не умрешь Дашь свободу Египту Женишься на мне Будешь хорошим отцом Ты даже не видишь, что твой дорогой наследничек хочет убить нашего сына Не клевещи на Октавиана Я скажу Я мать Я знаю это сердцем Мой сын в опасности Наш сын Будущее Рима Его будущее Египет Его ждет более великая судьба Объедини два мира Как твой наследник Я не позволю Этого не будет Тогда ты ничто для меня Ничто Цезарь Цезарь, куда ты? Возвращайся домой, Клеопатра Возвращайся в Египет Я завоюю Парфию без тебя Я дышу Мит плюс Мит плюс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На благо республики, Октавиан Ради Рима Я не могу предать Цезаря Ну и вам не буду мешать Боги сегодня хмурятся Цезарь Цезарь Марк Антоний Вульфия просит тебя о срочной встрече Иди Брут Я не могу и не поддержу вашу петицию Вульфии сегодня нет дома Думаю, ты ошибаешься Вряд ли Я Цезарь Давайте Иди Иди Что случилось, царица? Что-то Что-то Нет Цезарь Где же вы? Где вы, ублюдки? Конец первой части Здесь Лежит тело Цезаря Здесь лежит душа и сердце Рима Все, о чем он мечтал Все, что он создал Все, что он завоевал Римляне 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 Кто-то говорил Что он слишком дерзок В своих мечтах Его обвиняли в надменности Но это было видение Они не могли понять его величие Слишком ничтожны были они Чтобы понять его И вот Эти людишки Подло убили его Они вырвали сердце у Рима Помните, что они сделали с ним Ибо я клянусь вам, сограждане Что до последнего вздоха Я буду мстить за его смерть Я отомщу за Цезаря Режиссер Фрэнк Роте Я отомщу за Рим Режиссер Фрэнк Роте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вперед! Стреляй! В бою! Кассий! 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 Марк Антоний, дай мне умереть с честью. Нет, 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 Нина! Не надо, пощадите меня! Нет! 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 Марк Антоний! Он тоже погиб от своей руки. Ты умер смертью героя? Зачем ты это сделал? Я хочу привести голову предателя в Рим и положить ее к извоянию Цезаря. Цезарь никогда не глумился над телами своих врагов. Он убил Цезаря? Он подлый убийца, а ты мясник! Октавиан вторгнется в Египет. Это лишь вопрос времени. У него слишком много дел, царица. Он теперь правит вместе с Марком Антонием. Что на это скажешь, Руфи? Они разные люди, царица. Рано или поздно, но они сцепятся. А когда они сцепятся? Чью сторону ты примешь? Как долго я могу полагаться на тебя? До самой моей смерти. Такова воля Цезаря. В завещании Цезаря нет ни слова о Цезарионе. Если Цезаря нет, кто гарантирует нам независимость? Я. Я строю корабли. Скоро у нас будет Великий флот. Это большие деньги, Великая Царица. Главное отбросить Октавиана. Он уже пытался убить моего сына. И попытается снова. Что ты говоришь? Ты хочешь начать войну с Октавианом? Я хочу защитить моего сына. Мы должны быть готовы. А для этого нам нужен самый мощный флот в мире. Я хочу показать тебе самое прекрасное в ночном небе. Смотри. Падающая звезда? Нет, любовь моя. Это твой отец. Он живет рядом с богами. Он хочет увидеть тебя. Твой отец – Великий Цезарь. Мы назвали его шестеркой. Три ряда весел по каждому борту. На море нет корабля мощнее его. Но какова его скорость? Есть суда быстроходнее. Но что значит скорость по сравнению с мощью? Он построен для битв, не для гонок. И он непотопляем. И сколько таких кораблей? Больше двухсот, Великая Царица. Хорошо. Я очень довольна. Это разорение для Египта. Лучше разорение, чем неволя. И что мы будем делать с этим флотом? Ты что, всерьез хочешь сразиться с могучим Римом? Ну, не совсем Римом. Флот готов. Где Марк Антоний? Кажется, в Тарсе. На полпути сюда. Надо перетянуть его на свою сторону. Я немедленно еду туда. От этого зависит судьба Египта. Готовьте царскую барку к войне. К войне? К войне? Да. К другой войне. Итак. У нас кончаются продукты. А людям не платят месяцами. Пока они любят тебя, император. Но надолго ли это? Кто это? Царица Египта. Кто же еще? Он не зависит от нее. У меня нет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуй, Дианис. Неожиданная радость. Ты не приехал ко мне в Египет. Но ты меня не приглашала. Я ждал три года. Ты был так занят на войне? Не так уж и занят. Не пора ли отдохнуть? Конечно. К столу? Конечно. Зачем ты приехала ко мне? Ты был другом Цезаря. И ты мой друг. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Прошу внимания. Благодарю вас за ваше мужество и преданность Марку Антонию. За Марка Антония. И за новую дружбу Антония и Египта. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Знак этой дружбы Прошу принять мой скромный подарок. АПЛОДИСМЕНТЫ Отпразднуем новый союз между Марком Антонием и царицей Египта. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты очень щедра. Зачем ты это делаешь? Египет богат. Я люблю делать подарки. Ты меня подкупаешь. Я не подкупаю, Антони. Я приказываю. Если ты хочешь быть моим союзником... Я и так твой союзник. Но я хочу большего. Поговорим завтра, когда ты протрезвеешься. АПЛОДИСМЕНТЫ Спокойной ночи. Подожди. Смотри, Антоний. Это ты. Зачем ты это сделала? Как ты смеешь торгаться в моей покое? Оставьте нас. Ты приехала, чтобы посмеяться надо мной? Уходи сейчас же. Весь вечер ты играла со мной. А теперь ты меня гонишь. Да, я гоню тебя. Проклятие. Женщина, чего ты хочешь? Не я хочу. А ты должен хотеть. Править вместе со мной, Египтом и Римом. И посадить на трон моего сына. Что ты говоришь? С ума сошла? Иначе Октавиан убьет нас обоих. Ты это понимаешь? Я понимаю, что ты сошла с ума. Ты любишь только себя и одержима властью. А ты солдафон, одержимый дисциплиной. Послушно выполняешь приказы. Стелешься перед Октавианом. Стелюсь? Я не перед кем не стелюсь. Тем более перед женщиной. Тогда будь сильным. Будь как Цезарь. Я не Цезарь. Да. Ты прав. Чувствуешь, как бьется. Это бьется жизнь. Не покойный властитель, а я, Марк Антоний. Здесь с тобой. Сейчас. Я тебе не лошадь, Конюх. Убирайся. Постежим. П slot». Подожди, reinforcement. Убирайся. Убирайся. Убирайся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сдаюсь. Твое тело не похоже на... Цезаря. Моложе? Больше шрама. Я и не думала, что увижу тело еще одного мужчины. Мне надо проводить с тобой больше времени. Каковы условия моей сдачи? Поедем в Египет. Там время течет медленно. Восхитительно медленно. Тогда поедем. Сначала разорви союз с Октавианом. Ты хоть понимаешь, что это значит? Это же гражданская война. Она уничтожит Рим. Я не могу. Тогда больше меня не увидишь. Ты принимаешь мои условия? Любовь моя? Даже не проси меня. Отвечай. Клеопатра, прошу тебя. Мне нужен ответ. Нет. Нет. Я не пойду против моей страны. Возвращайся в Рим к своему хозяину. Конюх. Ты опоздал. Я не так пунктуален, как ты, Октавиан. Ты опоздал. Я не так пунктуален, как ты, Октавиан. Цезарь. Не Октавиан. Этот титул надо заслужить. Октавиан. Мы созвали эту встречу, чтобы разделить все римские провинции между вами, двумя соправителями. Нам не нужна новая гражданская война. Я не хочу такой войны. Мне плевать на амбиции человека, ставящего себя выше Цезаря. Цезарь сам избрал меня наследником. Ты обманом втерся к нему в доверие. Помолчите вы оба. Вы были союзниками в войне? Так будьте же союзниками и в мире. Правьте империей на равных. Пока он остается на своей территории, я останусь на своей. Я возьму земли на востоке, в том числе Египет. Конечно, кто еще может править страной, погрязшей в неги и роскоши? На это можно согласиться, но у меня есть дела в Египте. Если не хочешь гражданской войны, не лезь в Египет. Все, что угодно, но только не это. Забирай, что хочешь. Ну и прекрасно. Я беру Испанию, Галию и Африку. Согласие достигнуто. Восток Антонию, запад Октавиану. То есть... Цезарю. Все понятно? Ну, разве что... Не мешало бы заключить между нами частное соглашение. Думаю, нашей новой дружбе нужны более личные... ...гарантии. Что это значит? Надо скрепить наш союз. У меня есть сестра Октавия. У тебя нет жены. Ты станешь членом нашей семьи. Тогда наши интересы будут совпадать. Я даже сделаю тебе свадебный подарок. Наши легионы в Галии. Согласен. Помоги ей выкинуть Антония из головы. Сделай это. Она не должна так страдать из-за свадьбы Антония. Великая царица. Великая царица. Прошу тебя, очнись. Не губи себя. На радость Антонию. Не напоминай об этом предателе. Изида. Изида. Я не люблю его. Пожалуйста, помоги мне. Похоже. Это я, а там справа. Ты. Но он не похож на меня. Это и не требуется. Всех фараонов изображают одинаково, ведь наша династия бессмертна и непрерывна. Прости, я не хотел тебя испугать. Мои братья и я приветствуем тебя, дочь Изиды, в храме Солнца. Зачем ты пришла, богиня? Моему сыну пришло время узнать о наших богах. А я хочу узнать о себе. О своей судьбе. Ты найдешь ответы здесь. Идем со мной. Одна, пожалуйста. Вот здесь солнце, твой отец. Каждое утро освещает обелиск, начиная новый день. Солнце возродилось. И священная кобра, богиня, твоя защитница. Обычных людей она убивает. Но если укусит бессмертного, такого как ты, тогда это дар. Укус кобры отправит тебя прямо к богам. Мордиан. 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 Иду. Иду, иду. Где мой блок? Где моя армия? Где полководцы? Где адмиралы? Римляне атакуют. Это Марк Антоний, царица. Римляне атакуют. Почему его так долго нет? Жители Александрии воздают почести великому Антонию. Апламент. Я не могу. России. Учили. Апламент пом coaching. Апламент поможет. Моя благородная царица Мой самый нежданный гость Моё почтение Птолемею Цезарю, властелину двух стран Эта малышка пробралась на мой корабль Я подумал, что она будет тебе хорошим товарищем Надеюсь, мы с тобой станем большими друзьями Благодарю, великий воин Зачем ты приехал? Чтобы собрать дань? Взять зерно за долги? Осмотреть свои владения? Чтобы вкусить удовольствие Египта И преподнести тебе ценный подарок Себя Марк Антоний не воюет с Египтом А сдается на милость Я не люблю Октавию Я женился во имя мира Ты был моим другом и женился на сестре моего злейшего врага На то была причина Октавиан Величайший в мире бой Субтитры сделал DimaTorzok